Этот так называемый антисиротский закон подводит черту под деятельностью последних месяцев так называемых депутатов из так называемой Госдумы. Вам не кажется, что это просто фашистствующие зомби там окопались и по указке сверху могут принимать любые, даже людоедские законы, как этот, лишающих детей права найти семью? И всем известно, что находясь в интернатах, тем более, если ребенок инвалид, то шанс у него найти семью и даже выжить практически нулевые. Теперь давайте посмотрим, куда это движется. Если эти фашистствующие зомби-депутаты, а их там 600 человек уже сидит, будут и дальше работать в том же плане фашистствующего принтера, то не за горами то время, когда к ним поступит разнарядка, что давайте-ка вы, 600 человек, разбейтесь на 200 оперативных троек трибуналов и выносите так называемые законодательные расстрельные приговоры и направляйте всех несогласных в конституционные лагеря. Вы же знаете, что все фашистские режимы всегда ссылались на закон. У них были свои фашистские законы, все дела были подшиты по закону, все люди расстреливались по закону. Если вы не выйдете, то не удивляйтесь, что вас когда-нибудь или ваших близких также расстреляют или отправят в конституционный лагерь по закону, по их зомби-фашистскому закону. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за распуск Госдумы. Мы вас не выдержали!